Друзья, я хочу вам подарить целый комплекс уроков обучения с нуля пошагово, каждый урок право полушарного рисования. Вы сможете после данного курса писать любые картины. Этот курс мы даем бесплатно. Это будет много-много уроков записи, которые пошагово будете выполнять и развивать свое творческое видение, видение художника и развивать право полушария, которое в наше время отстает. Я занимаюсь уже этим 10 лет. В основном мы делали все в офлайн, вживую. Теперь это все онлайн можете получить. Поэтому сейчас ссылочка внизу есть под видео, ссылочка здесь вот в подсказках. Заходите, подписывайтесь и получите эти уроки уже сейчас. Увидимся на занятиях. Добрый день, дорогие друзья! С вами Школа Креатива и я художник-педагог Валерия Крылова. Сегодня нарисуем маки у реки. Набросок я делаю маленькой кистью. Ниже серединки мы проведем с вами диагональную линию. Это наше поле. Не боимся ни в коем случае ошибиться. Все линии легко стираются. Либо закрашиваются. Вторая немножко по диагонали тоже пойдет линия. Это дальний бережок. Чуть-чуть наклончик по диагонали. Они здесь не обязательно, эти две линии должны сходиться. Поскольку здесь у нас кустик. Дальше у нас с вами будет лесочек вдалеке. Голубая полоска. До конца даже можно не доводить. Поскольку там уже лес более близкий. Вот такая голубая полосочка. Далее у нас салатовая лужайка. Теперь мне бы хотелось наметить березку. Она растет отсюда, с ближнего берега. С лужайки. Толщину дерева сейчас не нужно рисовать. Чуть-чуть под наклоном и отступая от края. Я рисую ствол березы. И тут же к нему примерно намечаю крону. Здесь направо крона уйдет за край холста. Крона примерная, поскольку просветы неба так или иначе обязательно должны присутствовать. Продолжаем. Вдоль берега у нас растут пустые зеленые. С одной и с другой стороны. Там вдоль берега тоже они растут, но они гораздо меньше. И еще мне хотелось бы наметить дорожку. Она как раз к этим кустикам уходит за них. Вот такой поворотик дорожки. Как раз я собираю тот ультрамарин, который у меня остался от предварительного рисуночка. Кисть я не протирала. Я на белую кисть набрала сейчас ультрамарина. Чуть-чуть. Ввела цвет. И с предыдущим белым смешала. А дальше добавляю покрошечные капельки голубой ФЦ. Вот на кончике кисти. А совсем верхнюю часть холста осталось немножко места. Я голубой ФЦ, белый и немножечко добавлю ультрамарин. И схожие цвета у нас с вами присутствуют на реке. Обязательно, пока у нас нужный колер есть, позанимаемся речкой. Вот здесь, чтобы водичка оказалась внизу, мы добавим еще больше голубого ФЦ. Утемним еще. Вот такая щетилка, неаккуратная кисточка, но она как раз очень здорово будет передавать фактуру крон деревьев. И вдоль дальнего плана, вот такими примакивающими мазочками, формируем с вами дальний план леса. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 И вот такой замечательный летний, свежий, солнечный сюжет у нас с вами получается. Обязательно присылайте нам фотографии работ, которые вы рисуете вместе со школой креатива. И продолжайте рисовать вместе с нами. С вами была Валерия Крылова. До новых встреч, дорогие друзья! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!